В современном мире одной из острых проблем в сфере медицины является нехватка органов для трансплантации людям. Зачастую из-за того, что нужного органа просто нет, пациенты могут умереть, не попав даже на операционный стол. Американские ученые приблизились на шаг к решению этой проблемы, напечатав на 3D принтере полноразмерное человеческое сердце. Количество донорских органов очень ограничено. Поэтому у врачей и ученых всегда была идея, мечта создать искусственное сердце, которое всегда было готово к применению. И тогда решился бы вопрос нехватки донорских органов. Первое искусственное сердце было создано в 1937 году российским ученым Владимиром Демиховым. Биолог доказал, что создание искусственных органов и последующая их трансплантация в живой организм возможно, поддержав жизнь у лабораторного животного в течение нескольких часов. С тех пор технологии сильно скакнули вперед. Современное сердце создано из природных полимеров, олигиновой кислоты. Однако заменить живой орган оно может только на некоторое время. Искусственное сердце становится все лучше и лучше, их много разных моделей, но они все еще способны только на какое-то время заменить настоящее сердце. Вопрос создания настоящего рабочего искусственного сердца до сих пор не решен. Таким образом, создание искусственных сердец – это отличное решение для людей, которым срочно требуется операция по пересадке. Но в нужный момент донорских органов просто нет. Человек перед операцией может какое-то время пользоваться искусственным сердцем, дожидаясь настоящего органа. Однако у искусственных имплантов существует и другое применение – научно-образовательное. Это сердце, которое выглядит как настоящее, но все-таки из пластика. И оно предназначено больше для образовательных вещей, чтобы врачи, например, могли на нем потренироваться, проводя операции, делая разрезы, сшивая его. На данный момент на 3D-принтере активно печатаются фрагменты человеческих костей. Однако это всего лишь скаффолд – оболочка, которую впоследствии организм сам заселяет нужными клетками для того, чтобы дорастить необходимый орган. К слову, единственный орган, который удалось напечатать на принтере и внедрить в живой организм – это щитовидная железа. Очень маленькая железа, и она тоже на самом деле не работала на 100%, но как бы то ни было, на мышках показали, что такая напечатанная железа способна брать на себя достаточно функций. К слову, в лабораториях Центра претизионной и регенеративной медицины Казанского университета тоже занимаются разработками в области биопечати органов. Один из проектов – это печать небольших фрагментов органов, в частности опухолей. И на таких микроопухолях, напечатанных на 3D-принтере из клеток пациента, можно, например, тестировать разные лекарственные препараты, прежде чем назначать их пациенту. Пока что создание искусственного сердца – это лишь маленький шаг к решению глобальной проблемы – нехватки человеческих органов для тех, кому они крайне необходимы. Лев Диденко, Универ Ньюс. Лев Диденко, Универ Ньюс.